Здание Банка России – памятник истории и культуры республиканского значения. Секретный объект. Но раз в год, в день открытых дверей, зайти внутрь может любой желающий. Что тут можно сделать? Ты можешь помыть свои ручки в этом золотом горшочке и будешь счастливой и богатой. Угадать, сколько монеток поместилось в этом горшочке – отдельная игра. Точную цифру поможет узнать монетно-счетная машина. Рядом другой аппарат. Сортирует и пересчитывает уже бумажные купюры. Пока дети участвовали в конкурсах, взрослые слушали лекции и консультировались со специалистами. В этом году активное участие в проведении Дня открытых дверей приняли волонтеры – студенты экономических факультетов вузов республики. Мы, конечно же, хотим научить всех людей быть финансово грамотными людьми. Потому что это очень важно в наше время. Нужно знать, как защититься от мошенников, как правильно сохранять свои деньги, чтобы добиться каких-то своих целей. И как защититься от мошенников? Существуют различные сайты. Нужно посещать такие же лекции, которые проводятся в национальных банках. И также читать интернет-ресурсы, смотреть правильность банкнот, распознавать подлинность. Блеснуть уровнем финансовой подготовки можно было в деловой игре или в викторинах. Вы успешно прошли нашу викторину «Деньги народов мира». Поэтому мы вам дарим миллион рублей. Это обрезки тысячных купюр, которые были ветхими, порванными. Их обрезали и собрали в такой брикет. Предположительно, здесь один миллион рублей. Теперь вы стали миллионером. Ура! Особой популярностью в День открытых дверей всегда пользуется музей банка. Эти монеты времен Екатерины II не боятся прикосновений рук. Ведь они сделаны из меди. Сторона монет в народе «Орел и Решка», да? А правильное именование этих сторон. Вот на этой плакате представлено «Аверс», там, где находится герб. Обратная сторона – это «Реверс», а ребро – это «Гурт». Узнать много нового и оценить всю тяжесть работы инкассаторов смогли 773 человека. Именно столько людей посетила Банк России в День открытых дверей. Мария Шоклева, Игорь Зверев, «Республика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова